Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и мы будем играть с вами в игру The Awakening. Я вам делал несколько обзоров на эту, по-моему, замечательную пошаговую стратегию от польских разработчиков. Отправляю вас к ним, посмотрите ещё раз. Ну, а это будет двухсерийный летсплей, потому что недавно вышло очередное бесплатное обновление, в котором добавился мультиплеер. Правда, в The Awakening вы играете не друг против друга, а совместно, то есть кооператив. Два человека могут исследовать Тею, не больше двух, тут такое ограничение. И в этих видео мне поможет Маледикт. Некоторым из вас он знаком по видео, в которых я играл в Endless Legend. Кроме того, он сделал несколько гайдов по Endless Legend для моего сайта, и вот совершенно недавно гайд по The Awakening, который я вас тоже отправляю. Если вам игра понравилась, то этот гайд вам очень поможет. Кроме того, отмечу, что играем мы на самой высокой сложности, с включённым реализмом, то есть мы не можем несколько одинаковых зданий строить, ну, то есть просто самая высокая сложность. И ещё отмечу, что в этой игре нормально проигрывать, потому что вы тут не сможете сразу её пройти и победить. Тут идея в том, что Тея, вот эта планета, постепенно оживает, и вы прокачиваете своих богов, под предводительством которых и существует ваше племя, чтобы в конце концов всё-таки выполнить все квесты и пройти возрождение Теи. Ну, на этом вступительное слово считаю завершённым. Приятного вам просмотра. Так какого бога выбрать? Я просто, ты знаешь, я не настолько в них разбираюсь. Я помню, Мокош на всякое там собирательство, типа такое, на развитие. Но вообще бонусы у Мокоша, откровенно говоря, слабы, по сравнению с другими богами. Ну, выбирай ты, и только скажи, какие бонусы он там даёт, чтобы я на это ориентировался. Я бы выбрал Велеса, он мне больше всех нравится. Тем более, как раз на третьем уровне даётся дополнительный персонаж, Старик Ведун. Ну, расскажи, какие бонусы у Велеса. Ну, сейчас ты погрузишься. Там вроде он даёт бонусы в испытаниях. Сейчас скажу. Так. Исследования проводятся быстрее. В испытаниях на болезнь, проклятие и смекалку получается две брони. И бесплатно получается в начале игры Старик Ведун. Потом все жители получают две магии. А последний бонус я не помню. Ну, отлично. Давай за Велеса. Ну, вот Заря и Лада у меня первый уровень. Хорс. Ну, им нужно играть с четвёртого уровня, потому что там даётся очень хороший ютуб. Морено тоже быстрое исследование. Два к обычаям и три к пониманию животных. Один к целительству и два к тактике. Слушай, как думаешь, специализацию деревни на что делать? Я просто обычно на собирателей делаю. Может, нам как-то разделить в данном случае специализации? Нет. Здесь смотрим как. Если ты выбираешь воину, то у тебя весь отряд будет из воинов. У тебя в отряде собирателей не будет вообще. То есть, ты этим отрядом не сможешь никакие ресурсы собрать. Если ты выбираешь собирателей, там тебе даётся гарантированно один охотник. Один охотник, это по-любому, у него должны быть навыки для того, чтобы можно было охотиться на живот. А если ты выбираешь ремесленников, ну, там, понятное дело, отрядом ремесленников, можно со всеми сразу общаться. Но так же собирать будет тяжело. В общем, собирателей лучше всем брать, я так понимаю. Ну, да. Для начала игры собиратели лучше всего. Ну, понеслась. Ну, так кого? Велес, Морено? Ну, Велеса давай. Ну, блин, ты выбираешь. Ты тут лучше понимаешь это всё. Велес, Смотритель Подземного Мира, Владыка Таинственных Сил и Хранитель Душ. Кстати, по-моему, в Ведьмаке Третьем есть камни, которые вставляешь в мечи. И там камень Велеса есть, камень Сварога. Так, куда-то меня отнесло. Так, опять мы рядом. У меня прям рядом Голодная Нежить. Что у нас тут из ресурсов? О, у меня, кстати, чешуйчатая кожа. Прям в соседнем радиусе. Блин, жалко, что у нас одинаковые ресурсы. Не сможем меняться особо. Так, включая музыку. Это я тут выключил. Так, пускай музычка играет слегка. Так, что-то ещё давайте. Ммм, скорость анимации. Вот, время анимации карт побыстрее не сделаем. Так, напомню, на каких мы настройках играем. Опять у нас только по одному виду... Ну, на сложных, да, я так понял, как в прошлый раз? Да, на самых сложных, как я понял. По семь жителей. Вот один у нас дополнительный стоит. Так, давайте разбираться, что у нас тут. Это добытчик, добытчик, мастеровой. Ну и как думаешь, этого ведуна, наверное, лучше в экспедицию брать с собой, а не в деревне? Ну, я в экспедицию возьму, он там попались не будет. И сколько ты человек оставишь в деревне? Три? Опять в экспедиции? Блин, что это происходит? Так, вот, моледикт пошёл уже. Так, надо переименовать город, естественно. Деревню, точнее, как же это город. Так. Давайте с оружием смотреть. 8, 2, 9, 6. Тут что? Думаю, его ведуна как раз гор хороший. 7. Пока всё сюда перекину. Так, что у нас тут с едой? Добытчик овощей и дерево. Так, что у нас тут с производством? Давайте я что-нибудь из мяска приготовим. Очень много очков при движении тратится. Что, много очков при движении в снегах тратится, да? Да, там в два раза больше, чем на обычных. Так, уберём, чтобы не сжигались эти деревья и сразу новые предметы нельзя использовать. Да, три хода. Кстати, позавчера вышел патч, увеличили шанс рождения ребёнка на капусте. Ну, наконец-то. Ещё добавили то ли 22, то ли 12 новых картинки для персонала. Там некоторые вообще есть отличные. Так, 8. Ага. Вот это покруче будет. Тут, конечно, оборона, но я больше люблю атаку. 8 и 2 яд. Но это... А, тяжёлый. Тяжёлый. Так, тут что? 3 урон, 5 оборона. Давайте-ка его. Это совсем... Так, тут дали, дали. 7 урон. И оборона есть. И у этого чувака... Ну, этот молоток покруче, конечно. Так, это, значит, всё дальше можно вернуть ребятам в деревне. С деревянным мечом. Так, дальше что у нас? Так, дерево есть. Это мы вернём. И травы вернём. И кость вернём. Так, значит, экспедиция. Управление припасами. Пускай вот это всё, видите, плюс к движению. Пока на 5 ходов у нас есть топливо. Вот, подойдём голодную нежить тут расфигачим. И вот соберём ещё тут дерево и грибы. Так, ну, по-моему, со снаряжением я разобрался. С работой я тоже разобрался. Всё. А, надо открыть. Давайте мы, наверное, чешую эту откроем. Раз она у нас прям рядом. А, блин, две штуки надо. Две. Ладно. Может, у тебя капустное поле, чтобы быстрее... Но у меня пока нечего строить. Ладно, пускай у нас побудет. Побудет... Так, попробуем тактикой. У нас тут сильна тактика. Нормально, должны победить. Повышает нападение. Может, я слишком быстро поставил. Вам, наверное, нифига не видно. Щит, кость. Отличненько. Сейчас. Чуть медленнее сделаю. Так. Снаряжение. Тяжёлый щит, к сожалению. Ну, охотой, я думаю, автоматически сделаю тут. Ничего сложного. О, слушайте, какое место. Тут прям кучу всего можно добыть. Ну, вот сюда, наверное, ся... Ну, вообще, лучше всего добывать, конечно, вечером, но у меня дерева не хватает. Угуль тема рядом будет. Да, это вообще такое место у меня. Жирное для добычи. Так, у меня пять ходов. Ты там какой-то квест делаешь, что ли? Опять я ходить не могу. Нет, я... Снежек игрался. Вот, продвинулся всего на две клеточки. Это я сделал два ход. Да, ну, это, конечно, не очень классно по снегам ходить. О, ещё и пшеница у меня тут, блин. Садись и добывай прям. Так. Дерево пять ходов. Ну, я пока похожу лучше. Ещё и вишня, блин. Ну, ягоды точнее. О, гнездо. Ну, это не пшеница, а солома. А, да, не так классно. Но всё равно, как какой-то россыпь у меня тут. Самое крутое, что у тебя лоза есть, и вон к тебе нежки идёт. Варёные овощи. Фуу. Не очень вкусно. Так, пускай пока мясо жрёт. Смейное гнездо. Разворошим. Ну, давайте я вам покажу. Не буду автоматически охоту делать. Посмотрим заодно скорость карт. Это плюс к атаке. Будет. Ух ты. Ударил меня. Вообще никакой поддержки нет. Ну, вот. Мне этих выкладывать смысла нет. Ну, как защита просто. Видите, за счёт того, что вы не в бою это делаете, а вот испытания проходите, то вы не получаете никакого урона. Что очень хорошо. Так, пойти, что ли, с нежитью разобраться? Что-то как-то так к моей деревне идёт. С другой стороны, по идее, деревня должна справиться. Какой-то полуостров, что ли. Тем более, днём они не нападают. Ну, очень редко это происходит. Вообще, в принципе, днём. Так, опять овощи. Слушай, какой-то глюк, по-моему. У меня пять дерева, вот изначально было, да? У моей экспедиции. И вот уже какой. Пятый ход, а он всё пять дерева и пять дерева. Как будто они его не жгут. Что это может быть такое? У меня мои спуты, всё нормально. Серьёзно, уже который ход, пять дерева висит. То есть, как будто я пять ходов могу ходить и вот хожу. Я думал, что я похожу хода три и буду, сяду собирать его. А что у тебя в инвентаре ещё есть? Какая-нибудь солома есть? Не, нет. У меня стоит, ну, дерево, вот. Еда, еда тратится. У меня было пять еды, теперь уже четыре. Ну, в смысле, четыре разных видов. Они жрут. Еду они жрут. А вот почему дерево они жрут? Не палят, не понимаю. День на улице. То есть, они днём не палят дерево? У тебя ж палят, ты говоришь. Ну, я там нахожусь в снегах, мне там, мне холодно моим людям. Вот они и палят. Не знаю, может, у тебя что-то другое там палится? Да не, я посмотрел только что. Кроме дерева ничего нету. Полевик в лес. Оставим дыру, пускай лазит. И он нам дал еды кучу. Так, давайте на овощи перейдём уже. Тут какой-то полуостров прям, действительно. Такой перешеек. Ну, вот тут, видите, какие-то гнёзда. Надо будет сюда пойти разобраться. А потом, я думаю, я до вечера дойду. Мочкану их, а потом на ночь сяду здесь собирать. О, вышел из снегов. Ещё бы, если бы в те времена года менялись, действительно, то тут просто по каким-то этим... Тут вот зима, тут лето. О, уже вечерок наступает. Блин, так может идти лучше к месту сбора? Я уже не успею на эти гнёзда напасть. Где мне лучше вот тут сесть прямо? Я уже не знаю. ночь посидим там кто-то есть какие-то мудозвоны так, а тут я, наверное, не могу сесть, а, могу у меня как раз одно очко действует, блин, так может тут лучше, сейчас еще раз нафига мне овощи, правильно? и вот как раз ягоды, уголь мясо и вот эта фигня отлично прям тут и садимся так, больше всего я хочу ягодки и мяско солома мне не очень нужна и давайте уголь девять ходов два девочки и мальчики, стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран в оффлайне и абсолютно бесплатно, всегда замечательно да, я снова перешел к рекламе 2GIS, мой любимый спонсор недавно выпустил свежую версию своего продукта для всех платформ с большим количеством новых удобных функций так что заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте интересующий вас город ого, сколько у него тут нифига себе, сколько у тебя ящичков сверху, оказывается ну хоть что-то хорошо здесь так, можно пока грибочки не есть о, сел в лагерь дерево спалилось так, сейчас мы соберем фрукты и надо пересадить все-таки дерево собрать фрукты и мясо соберем потому что иначе я тут не досижу до утра ну, давайте труп нежити, сломанный скелет нападите на мою экспедицию не на деревню, а именно на экспедицию по-любому кого-то потеряешь, да? а что ты там на кого ты там так наткнулся? кто тебя так сильно покоцал? ну, в этих руинках мне же попалась сильная а че дали хотя бы? за что бился? куча всякого снаряжения я его пока не распылял а старый ну, вот если мой воин все-таки выживет ему хорошо будет а ты ход закончил или что ты делаешь? вообще, расправлял снаряжение ну, вроде жил а нет, все-таки одна умерла плохо а че-нибудь тут рядом стоят? так похлебку мы сделали сможем инструменты сбора вот многие не знают когда ты собираешь какой-то предмет тебе за это тоже дают очки исследования и, собственно, это самый главный способ ну, кроме еды когда ты еду когда уже не дают очки исследования а это один из самых главных способов чтобы ну, прокачивать ну, 4 сбора прокачивать катализатор по-моему, не влияет никак прокачивать науку ого, 5 ходов будет делать, слушай, может лучший инструмент производства какой-нибудь а, тут дерева мало 4 производства ну, давайте сначала молоток сделаем так, экспедиция тут ага, я хотел переставить на на сбор дерева о, один ход это пускай тут фрукты собирает один ход и соберем семь ну, вообще два хода пускай он пособирает чтобы нам на 14 ходов хватило соберет семь дерева о, наконец-то напали да, но тут сражение будет понимаете, видите тут не я нападаю тут по-любому сражение поэтому надо аккуратнее о, всего 4 атака ого вот этот сильный чувачок так давайте-ка мы это еще защиту добавим вот так дальше блин этот у нас беззащитный совсем ну поехали блин хреново ну вообще она просто ранена будет так что это не серьезная рана почему работа а, ну да тут я сделал но пускай пока стоит работа пускай инструмент добывает так еще один ход добываем дерево в ночи лучше сидеть добычей заниматься о пришел гном где конечно выпить с ним рассказывает истории об одной старой шахте и показывает ее местоположение я золотую шахту на карте нашел какие там в связи с этим квесты просто приходишь туда сражаешься с гномом получаешь может сражаться два раза серьезный бой или так себе гномы вообще сами по себе сильные у них там здоровье штук по 40 атака от 20 до 30 и причем атака тяжелым оружием в общем надо покачаться немного так значит еще один ход надо подождать что-то он не собрал за один ход дерево так что он с мясом может хватит мяса блин давайте-ка лучше на вишню пересядем пофиг это вообще бесполезная какая-то чувиха надеюсь музыка негромкая звучит ладно может пойти потому что эта дудка конечно не очень так ну что тут на 14 ходов в принципе дерева достаточно давайте угля пособираем 2 и 3 ну норм пускай у нас там какие-то блин какой-то щит был пропустил может дать чуваку но он тяжелый конечно у него тут всего 30 осталось видите а тут этот 120 этот 98 пока не очень так а вот тут а вот этот получше поменяем все остальным нельзя ну давайте распылим действительно как маледикт делает ой что подвисло чтобы не весело много и заодно 12 дерева можно было дерево не добывать кстати нет не уничтожить а вот разобрать все я могу собственно дерево и не добывать тогда давайте на уголь пересядем все равно два хода видите у меня уже 19 дерев потому что я распылил два щита теперь блин вот это хреново это хреново блин мне походу дерев слушай мне походу деревню сейчас вырежут всю ну я не успел передать да не мне уже бой прошел почему они на деревню нападают а не на экспедицию твари ползучие построили молоток но боюсь то есть у меня теперь каждый ход 50% за то что кто-то умрет 5 ходов было 5 ходов с молотком все равно а я не там удал футу вот 3 хода я понимаю так ну придется видимо экспедицию поднимать и пытаться убить ребят к сожалению мы тут собираем один ход до сбора угля блин почему он не в минск встал да блин ну что ну что это за хрень полная один сдох в деревне еще нападение еще и волки блин ну это хрень полная ну от волков я что могу попытаться отбиться кстати защита все таки они не такие сильные как ведь одного должен убить защиту поставлю да ладно ну почему тварь волки такие сообразительные да блин жопа прям ты хоть не знаю ну этих автоматически тут вообще без проблем сейчас просто у меня тут лекарь я я я этих убью ты уже на них напал что ли ну отступил просто тут у нас в в команде целитель да плюс 5 то есть мы его посадим в деревню вероятность что выживут намного больше но все равно о я могу наконец эту открыть чешуечную кожу и начать ее добывать так верим у меня дофига в принципе все равно 4 хода итак 4 хода побольше дерева капустное поле можно будет построить ну надеюсь выживут ребята хода у тебя тоже пришла ночь козла у меня вот ночь козла деды отмечаю все все видите нету тяжелых ран то есть эти ребята выживут слава богу одна умерла умерла более-менее более-менее у тебя тут прямо в одном месте можно собирать делать картинку да это так так опять тяжелый Слушай, а чем отличается броня от обороны? Броня это показатель здоровья в боевом испытании, а оборона это дополнительные очки, которые у тебя там плюсуются в здоровье. То есть, по идее, оборона лучше, чем броня. Да, оборона лучше, потому что она в каждую фазу сражения добавляется, ну в смысле, в каждые две фазы сражения добавляется, и если тебя бьют по обороне, твое здоровье не уменьшается, если тебя бьют по броне, когда заканчивается бой, у тебя будет рана из-за того, что у тебя по броне. Так, ну три хода посидим. Надо сходить, видимо, сюда вот, сюда сходи, вот, сходить на эту ка... сундучок. Тут гнездо расфигачили, чтобы они больше не шли, и тут вот гнездо. О, а если ты приносишь туда же, отлично. Ну что, конечно, они ребенка принесли. Где, от кого ты отхватишь? От этой, да, но... Я отхватил у себя, например. Они мне всех поубивали. Правда, слава богу, в итоге умер только один. Двое выжили. Ну я тут вообще никак на помощь тебе не прибегу. Да я и сам себе не прибегу на помощь. Ну что в итоге? У меня довольно боевые, оказывается, горожане в деревне. Они даже не получили урон. Ну, классно тебе. Они у меня просто молоточками там вооружены, и щитами. Ну, пускай тут дерево собирается. А, значит, мы эту корзинку сделали уже. Давайте мы Ромику ее вручим. Ромику вручим. Чтобы быстрее. Шкурка собиралась. Два хода. О, один ход, отлично. Так, и... Следующее. Давайте еще одну корзинку. Четыре сбор. Так, три сбор. Три сбор. Нет, шучу, четыре, одиннадцать науки. Зашибись. Откроем капустное поле. Вы слышали румы о бандах оборудовании в районе. Э-э-э. попытаемся выследить чтобы вернуть так где тут появилась вот разбойники надо будет сюда сказать но все сюда сходим так еще день не наступил значит еще один ход посидим видимо ну я тут куча чешуй читает и добываю кожи что лучше всего из нее делать но я делаю пока корзинки для добычи наверно одежду какую-то надо открыть да ну и обычные рубашки и легкая броня делается средняя броня тоже делается из кожи так ну давайте видимо новую экспедицию собирать наверно из четырех человек соберем кого тут повыше броня 11 урон 15 оборона 11 9 это похуже это вообще никакая вот хубиславу возьмем хотя вот это обе у нас мастеровые может кого-нибудь из них добровую может взять в мастеровые просто у хубиславы на добровую поменять снаряжение что вот у хубиславы у нас черный меч и по виза он добровой просто меч тьмы что у тебя там разбойник и укорали 40 пшеницы что-то еще выше стал урон у хубиславы 19 урон 86 а тут 7 урон 10 11 не возьмем все-таки хубиславу видимо с собой вот так 20 дерево а драконьи кожи нету не берет сейчас я чуть позже посмотрю на 20 ходов всего дадим все вроде все минск ну проверим смотреть к оружию скелет и громадная крыса ну по идее хотя блин ну 11 у него да блин ну что вот ну как так 17 4 18 блин не убивает скелет вы прикиньте знаете что вот так сделаем так и вот так все норм чуть наверное ранят хиника но всех остальных мы убиваем ну какой-то новый да блин новый щит так но этого нету возможности его взять вообще конечно стоит заменить вот двуручный особенно у хиника но у которой такие слабенькие у меня чувачки она так что у нас тут происходит корзинка скоро будет доделана и и и и и Давайте соберем. Давайте попробуем. Уходим. Два черепа пока слишком круто. О! Апгрейд. Зашибись. И... Откроем капучное поле. Так, мы тут корзинку сделали. Кому дадим? Так, там бы еще, конечно, корзинок, но недостаточно ресурсов. Ладно, попробуем одежду. Четыре броня и одна оборона. Так, ну катализатор, наверное, можно заменить. А если меховую поставим? А если меховую поставим? Просто четыре. А если сюда? Тоже просто четыре. А если камешек? Все равно просто четыре. Ну, давайте... Давайте... Семь науки, тем более. Давайте три жилета сделаем. И с паучьим гнездом разберемся. Давайте с охотой. Ну, слабенький совсем. Вообще без проблем разобрались с этим гнездом. Гнездом можно возвращаться. Вот встретили. Опять растения. Пока хватит нам. Потому что на втором уровне пока боюсь я с паучьихой драться. Сейчас скинем в Минск то, что набрали. И пойдем в эту сторону. Вот с волчьим логовом разбираться. Да, я с волчьим логовом и паучьим гнездом разберусь. Так, сбрасываем, сбрасываем, сбрасываем. Так, еда пускай вся будет. Слушай, у меня такое ощущение, что либо у каких-то моих... Маледик, ты тут? Да, да. Сейчас приступаю. Так вот, у меня такое ощущение, что может у каких-то моих юнитов такая какая-то специализация есть. Потому что вот как только они ходят, у них дерево не тратится. Если в лагере, в лагере садятся, то начинает тратиться дерево. Я не знаю. Потому что у меня все тратится на... Ой, нет, это не надо сдавать. Так, тут все путем. Пошли дальше. Так, в Минске. Надо, пожалуй, дерево подобывать. Шесть ходов. Какая-то грустная по поводу сбора добровая. Но она мастеровой, она не сборщик. Вот в чем дело. Может, у меня дерева не хватает, чтобы капустное поле сейчас построить. Так что пока... Я забыла, а в дедах, что будут давать, если я в деды загляну? Прогрессы становятся. Что? Снимаются проклятия за еду. А благословение не дают? Нет, не дают. Так, ну тут охота автоматически. Тут вообще без проблем это все дело. И то же самое с паучьим гнездом. Так, ну что, пойдемте разбойников попробуем прессануть. Так, ну какая легенькая на двадцать четыре. Так, капнулись. Понимаю, уцелитель уже нормально прокачивается у меня. Все очень хорошо. Так, кстати, драконью кожу надо глянуть, действительно. Меха. Нет, ты вот спрашивал про драконью кожу, не вижу я драконью кожу. Во всяком случае, там, где мы открыли местность. Так, наверное, надо лозу открыть. Я просто еще сколько икрова ни разу не собирал. Замену находил всегда. Слушай, а что лучше, лоза или лиана? Думаю, что они... Они... Это разные вообще вещи. Ну, и из того, и из того, что... Глаза это палки, а лиана это веревка. Ну да, но и то, и то помогает эти делать корзинки. Да, и из того, и из того, и из того делаются. Просто... Я его чуть-чуть подсобирал, сейчас возвращаюсь делать корзинки. Потом назад вернусь буду собирать. Возьму лозу. Живодерево откроется заодно. Тоже нету нигде. Жаль. Так, еще один. Блин. Это далеко. Вот тут неплохо у меня на сбор. Все, конец хода. Следующим ходом будем с разбойниками разбираться. Наверное, можно с ними поговорить будет. Тактика. Можно автоматически. Ну, давайте попробуем сразиться. Блин, походу... Ну, у меня лекарь вообще-то есть. Он вообще должен быть крутой. против спор. Ну, вообще так защита неплохая. Сейчас посмотрим, правда, насколько споры крутые. Ну, тоже ничего. Так, это будет 15. Должен убить. Серьезные споры. Ну, вроде должны нормально из этой битвы выйти. Победим все болезни. Я сейчас с болезнью воюю. С болезнетворными спорами. Все, отлично. Без всяких рам. Вода не на ту кнопку нажимал, когда говорили. Да. Я тебя не слышал. Ты... Добыча оказалась не ахти какой, но все равно кое-чем вы смогли поживиться. Вы замечаете в углу клетку со странным зверинцем из собранных в одном месте змеи, летучих мышей и крыс. Воздух пропитан приятным ароматом свежескошенной пшеницы и сушеных грибов. У меня есть возможность присмотреться внимательнее. и они могут оказаться какими-нибудь демонами. Это споры будут. Не, я. Да, точно. Ну, там с ними можно вроде освободить их, а не радостные. Да, да. Я получил плюс 20 к интеллекту. Ну, это на 20 ходов. Да, на 20 ходов плюс 5. Ну, нормально. По-моему, неплохо. Так. Тут оденем последнюю неодетую. И так, что у нас тут? Надо бы сделать корзинку очередную. Четыре сбора. А вот так все равно четыре. Ну, давайте пока из веточек. Блин, вечер наступает. Я хотел тут с этими разобраться. Не, ладно. Надо вернуться к добыче. к добыванию. То есть, то есть, вот сюда. Нет, даже вот сюда. Да. и Вот, и даже Брянск в этот раз кириллицей написал А почему бы и не? Ну, мало ли Иногда бывает, что игры с кириллицей, ну, кириллицу хреново передают Так, дерево мы тут добыли, 31 штука За все это время меня травник три раза находил траву и бамбук За 25 ходов три раза высвечивалось это событие, что-то странное У меня два раза высвечивалось Правда, на одном и том же месте я типа в одну сторону прошел через эту клетку Потом в другую сторону через эту же клетку и опять было Это, наверное, из-за того, что у нас есть этот старик-ведун И он как раз эти травы еще Наверное Типа круто с прокачанным богом играть, да? Так, корзиночку сделали Добровой ее дадим Чтоб повеселей овощи собирала Ну что, капустное поле У меня там кварц, в принципе, есть Что вокруг моей деревни вообще? Что вокруг твоей деревни? Да вообще ничего не полезно Ты че? Овощи и бревно Все, что крестьянину надо Крестьянину надо Да, вот в фонте иди Других ресурсов вообще никаких нет Так, давайте-ка Какую-нибудь одежку покруче, может? Тем более, что у нас там есть чешуйчатая Это фигня 8 броня, 1 оборона А если нет, то пас 10 броня О, круто Все, 17 науки Зашибись-ка А если кость? 9 и 1 Ну Мы можем одну такую сделать Одну такую Четыре хода Ну что, сейчас ночь наступит Наступает ночь Что тут, маледикт? Борется с кем-то, что ли? Солнце спалило мою кожу До тяжелой болезни Даже до смертельной болезни Отлично, замечательно Надо пользоваться кремами от загара Ну вот я травами пользовался Это мне не помогло Это вообще бесполезная чувиха Откровенно Откровенно Так Все можно убрать Просто на вишенках Посидим Опять там к тебе нежить бежит Блин, откуда они вообще идут? Вроде же зачистили местность Откровенно Слышь Откровенно Субтитры сделал DimaTorzok 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 чё-то меня в журнале ничего не написано а такие мелкие события не в журнале записываются фигасе мелкие целого человека унесли о добровой плохое качество плохое качество можно разобрать с плохое качество больше не могу легких доспехов собрать верно и просто чешуек не хватает как я понимаю так неудачно у нас это уже почему тогда-то мы долгое время не теряли людей а сейчас уже вот троих сейчас еще может быть мои помрут все замечательно но я в деревне например уже наделал такой легкой нормальной брони я тут на деревню нападали жирные крысы 2 2 черепов и все равно втроем отбились девочки собирательницы может мне тебе тоже наделать брони принести у меня просто этой ну чешуйчатой кожи нормальное количество сделаю тебе брони нету три человека с кровотечением а цель от и от целитель жив он целитель он виду но у него все лишь 3 навык целительства 3 у меня 6 зато 11 сбора у него до целитель плюс 6 травничество 9 сбор 3 надо капустных этих построить раз ты говоришь увеличили надо детей создавать да и других людей типа привлекать в деревеньку на этом пока все вторая серия будет завтра или послезавтра пользуйтесь 2 гис и играйте в умные игры спасибо что засоряли до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы заряли до конца и видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры